Галонная тема сегодняшнего выдания. У Лукашенко и у додаток до 18 уже ясных резиденций будет еще одна. В этом разом не в Беларуси. 19-ю резиденцию диктатора уже будуют у российской Красной Поляне. На такой в основу с упольным расследованием пришли Белсат и объединение силовиков Белпол. С сенсацийным расследованием можно познайомиться на YouTube-канале Белсат Ньюс, но самое главное покажем просто теперь. Поселок Красная Поляна – район курортного города Сочи, Россия. До лютого 2022 года тут был надел земли, який належит Республице Беларусь. Его площа больше за 97 тысяч квадратных метров. Побач – горнолыжный курорт и узбережжа Чорного моря. Тут же в 2014 году проходили олимпийские гульни. Одна сотка земли у этих местных каштует минимум 108 тысяч долларов. На этих амаль 10 гектарах земли местился санаторий Беларусь. Гэта была державная установа при керавництве с правами президента Республики Беларусь. 8 лютого 2022 года, незадолго до початку полномасштабного уварваня во Украину, Беларусь гэта участок продала. З домовы купли-продажу выникает, что минавиты распорядженні Александра Лукашенки сталися подставою для продажу. Йон же и установил кошт. С початку у документах фигуровала сумма на приблизно 10,5 миллионов долларов, але наступным распорядженнім Лукашенко знижає кошт удвоя. Отримливается йон от чужая майомость Республики Беларусь за цену больше як у 20 разов нижейшую зарынковую. Не узабаве паслян набыття земли у Красной Поляне российскую компанию «Комплекс Инвест» 99,9% доли фірмы перейшли ва уласнасть беларускай фірмы «Региональный парадок». Пры нескладаным пошуку удалося выявить номер телефона, які позначены ў якості контактовага. Нумер зарегістрованы на громадзяніна Беларусі Вячеслава Васильєва, йон же займае пасаду старейшага інспектора военизаваный аховы «Гардсервіс», якая аховуая Віктора Шэймана, наближанага паплечніка і керавніка справами Александра Лукашенки. Отримливается землю, якая належала Беларусі, набыла Ахова, найбліжайша гасябра Лукашенки. Як высвітлилася падчас расследування, у землю набывалі паджилы комплекс, триэлітні котэджі, площую більш за 300 метров кожны, готэль, ресторанны комплекс і резідэнція, площую більш за 1 тисячу квадратных метров, спортова інфраструктура, КПП, гараж і будынок аховы. Это буде новая резідэнція Лукашенка. Не исключено, що это все буде построено за счет беларуского государства, беларуских налогоплательщиков. Но, по понятным причинам, ни один налогоплательщик, ни один беларуск не сможет побывать на территории этой резіденці, потому що нам буде принадлежати исключительно Лукашенку. У распорядження об'єднання Белпол і Белсату оказалася проєктова документация забудовы земельного надзелу. На плане 12 об'єктаў агульной площою більш за 7 тисяч квадратных метров. А кроме того, Белпол супольні с Белсатом доведалися, што Лукашенка, Шейман, да їхнія паплешнікі рыхтуюцца набыць паводлі аналогічныі схемы їмшы участок Красной Поляны. Гэта парковы комплекс «Фруктовы сад». На яго місце пануюць пабудоваць 10 шмат паверховікаў. Андрей Сульжыц, Белсат. Што ў Красной Поляні ў Сочы будзе чарговая резиденція Лукашенкі пераконуваюць здабытыя Белполом праектныя документы. Паглядзім, што будуе дыктатор, дэй, заглянем нават ў серэдзіну будынку. Паудля плану будавання маў тратіну тэрэторай займае галовны будына, праектаваны для гаспадара. Пад галовным будынкам запраектаваныя 3 віп-котэджы на 730 квадратных метров кожны. Ёс на мапі ўчастку ёсше і гатэлі, разлічаны толькі на 4 нумары агульною плашчыў 348 метров квадратны. На тэрэторіўі місцца ресторанны комплекс, большу загэты гатэлі, побач зымсадовы, дамок. Так сама ў плані забудовы прадугледжыная спартова інфраструктура, пункт пропуску, гарашы, будына каховы шастю ложками ў зоні для адпачынку і пакоям для зброя. Внутрыннае ўбрання гатэлі уражывая. На першым паверсі фае, прабіральні і зона рэцэпція, так сама 74-метровая абэдзэнная заля, разлічаная на 24 асобы. На другім паверсі чатыры нумары па 48 метров квадратны. Проектавальнік прапанаваў на выбар 3 пастэльныя коляры, древа і натуральныя мармур, тёплага цэння. Мэтал ў деталях інтер'ёру толькі золотога коляру, ці гэта акраны ў купальні, ці будуар і лямпы ў спальні, ці падушка ў гастёвні. Супольнае расследування Белсату і Белполу важнае не толькі агучуванням факту продажу зямлі, власнаць, на якую мела Республіка Беларусь, пра важнае аспекты зробленай працы. Распавёл кэраўнік редакцыі новіна ў Белсату і Геркулей. У гэтаў історый ёсць распавяд пра ціневую структуру, фірму, якую стварае Шэйман і іншы, ягонае былыя, дарэчы, намеснікі па ўправдзяламі Лукашэнкі, якая пачынае на сябе перацягваць функцыў ўправдзяламі, пэўныя звязаны, мінавіта, з бізнасам і з ведзеннім пэўных бізнасов. Тобок Лукашэнка ў пэўны момент хучэй за ўсё, з того, што мы з гэтае расследування разумеем, зразумеў, што яму не вечно сядзіць ў Беларусі, што раней, 30 гадоў, ён рабіў некі темны дзялішкі, пра цў правдзяламі гэта ўсё проходзала, але ця пер, гэтаў структуру лепш ствараць незалежна, каб ёе можна було заусуды вывезти. Тому мы бачым фірмы-пракладкі ў Расей, фірмы-пракладкі ў Арабскіх Эміратах, мы бачым гэтую схему з электроэнергіей, якой яны займаліся, яшчэ да вайны ў 21-22 годзе, дзякуўчэ, якой, як ўдалося высветліць Белполу, було выведзіна амаль 400 мільйонов долароў, но это просто космічная сумма, за гэтую сумму можна пабудаваць, не ведаю, 10 шпіталёў ў розных градах, альбо пабудаваць 100 дзіцячых садкоў, таму што кожз дзіцячая садкаў, калісті глядзяў, штосі ў район 3,5-4 мільйонов долароў, то бак можна ўявіць, колькі ідея мима бюджета беларуская. Пратягнім адмерковаць гэтую тэму, Ладзімер Жыгар, працтавнік інициаатывы Белполу, нашай студыў, Ладзімера, вітаю. Добрый вечер. Сама Юлія Цяльпук, журналистка Белсату, якая сумесна з Белполом рыхтавала гэта расследування, Юлія. Добрый вечер, гэта цябе, напэвана, перша пытанець, і цябе вогулі здзію той факт, што Лукашэнка будуе сабе ўжо 19-ю зліку вядомую резидэнцюю. Ну, вядэця, на гэта глядзіць немагшыма ўжо, таму што гэта падобна просто на хваробу, на паранойю некую. Вось было меркавання экспертная, што Лукашэнцы падабаецца, там, мецнікі, дамы некую прыватна ўласныць. Яль, перакананая, працуючы з новінами і сочычы ў гэтым гэстарычным, якба, цінку, якім мы живем за дэктаторам, за ягонными паводзінами, я скажу, што ўзровень паранойю просто зашкалюая, таму што той, што он там набудавал па Беларусі, пакуль ён там царг, гэта адно. Калі ён кінуўся будаваць за мяжою, значыць ён ўсё ж такі усведамляе, баіцца застацца наваць аховаў да зубоў ў Беларусі. Наваць, калі ягоные піраемнікі пачнуець гэту ўладу раздзіраць, ён не хоча застацца ў Беларусі, таму што гэта чалавек баіцца ў перакананая. І таму ён шукае вось мінавіта шляхоў, ізбехчаць сваего народу і ад сваіх ўласных, якбы, падначалінах ця першня. Владимир Лукашэнка пакуль не адрыгаваў на гучну інформацію вами, тым не менш, прэмір Роман Галоўчэнка сёння палецеў ў Егіпіт, але не адразу палецеў ў Егіпіт, а завітаў ў Сочы і размавляў ў гэтым горадзі зазачынінамі дзвярыма, з мэрам гэтага горадзу, як думаеце, пра што гэта можа быць свечын? Ну, дзе, канеша, сложно сказаць, о чо мені там гаваріле, будзем надзецца, што ані гаваріле о том, как эта информация могла, скажем так, появиться. Это важно, потому что каждый беларус должен понимать, он должен знать о том, что происходит, как это всё происходит. Многие ж везде действительно, особенно в деревнях, в такой глубинке, думают, что Лукашенко – такой крепкий хозяйственник, он всё держит под контролем, а Лукашенко – это просто обычный вор, который, вот это самый такой конкретный пример того, што Лукашенко просто сварвал, украл вот эту землю, аджал. И почему он это не мог сделать, сделать точно такую же схему, только всё, чтоб деньги попали в государственный бюджет? Уласна, Юля, вось, калі глядзім на гэтые комплексы, усе багатые, уласна, афарбовки, якое уражене ствараецца, што, уласна, для Лукашенкі адмыслова рыхтуюць, вось, такую резиденцию у такім багатці, у такім афарбленні. Ці, самая душа диктатора прагне, ось, такога, уласна, прыгожайга життя, як бы, сказали б мы. Я думаю, што фірма, якая займаецца, група компанія, у Краснодар, граждан проект, яны, піра тым, як распачать будавніства, выучалі густы, калі, аны, вогулі, на рынку, умеюць працаваць, яны, зажды, знайоміцца, з тым, хто, ў їх замовнік, пыўныя, технічнае задання, піра дымі ставіць, той, хто замовляе, ў візь банкет, безумовна, але, што тут, галовная, хатілася адзначыць, што сумнева ўнема, што гэта зроблена, для адной асобы, таму, што, праект абсолютно не коммерцыйны, но хто будзе робіць коммерцыйный праект, вось, калі б гэтак асабніка не було, а было куча гэтак віайпі, аднолькавых домікаў, там, два рестарацыйных, там, с пакоями на другім, паверсі, але ёсць пасеруд гэтага асабняк, які кажа нам пра тое, што будзе гэспада, ёсць агромны кабінет, 55 метраў, пасерэдзіне кога, на схемах, намаляваны адзін чалавек, і паўсюль, на макетах, на схемах, праміраецца пад адну асобу, там, дзе рестаранна, 24 асобы, ніхто не пасадзіў за крэслы, там намаляваны адзін чалавек, махчыма ён адзін, калісті будзе ясць за гэтым столом. Колькі ўласна гэта ўсё каштуе, сама інфраструктура, коммунікація, дызайн, інтер'єры ў меркаваны резидэнцыі, па водля бізнесоцца Александра Кныровіча, на ўчастку ў Красной Поляні, прай намсі 17 мільйонав долараў, кінуты ў будаўнічыя працца, даваеці паслухаем, і вернімся да размовы. Калі мы пачынаем казаць пра фасады, то тут ад пятіцці долараў да безконц. А калі мы пачынаем казаць пра ўнутрэній интерьер, то там, ну калі мы паравнаем тоя ж самая с Дварцом Незалежнасті беларускім, то там могуць вылісті кошты і 10 тысіч на адным квадратце, і тоя, што мы бачым ў гэтых картынках, нас прывоззець до того, што там і будзець, гэта самая 10 тысіч, с улікам абсталявання, с улікам коммунікацій, с улікам таго, што там ў кожным доміке абевязково ёсць басейн. Бось там будзець такія гості, які не могут жыць без басейна. Владимир, а вы казали ў своім расследуванні, што навад дайлося заплатіць велікую суму, каб атрамаць план, асобныя документы, як гэта було ў уголі, як вы сводзілі гэтае документы, як ниточкі ў аддінае целая? Да, ну, все-таки мы бывшы представителям правоохранительных органов, це була якась частина нашої роботи, вот так вот по мелочам все собирають введеннюю картину, потому что изначально казалось, что это будет что-то такое несущественное, что мы не сможем это все полностью, скажем так, размотать всю эту цепочку, но это получилось, и тут я хотел бы от лица всей организации поблагодарить, конечно же, Белсад, потому что это была проделана колоссальная работа, и этот фильм – это отличный показатель того, как, опять-таки, воруют. Единственное, что, конечно, очень жалко, мы не нашли душ впечатлений какой-нибудь, хотя бы один, да, без душа впечатлений в этот раз, потому что 18 резиденций, там их целых два, в этом как-то пока что ни одного. Майте нам увазе золотых унитазов? Ну, там у него 18 резиденций, там ёршики золотые, полотенцедержатели за полторы тысячи рублей, и два душа впечатлений. Так, Юля хотела бы что с ци дадать с гэтой нагоды. Я власна у докладню, на жаль, телевизийный формат обмежулае нас часом, и тому мы не заужды у расследованиях можем сказать, и о анализах своих, сказать про все детали. За кадром засталося так само то, про что мы размауляли со спадаром Александром Кныровичем, и он сказал, что и дизайнерка на гэтым увагу так само рабила, что мы не бачили фото гэтых интерьеров, гэта усё папередние уступные эскізы, мы не бачили саправдных материалов, якого кшталту будзе гэты мармур, якія будуть саправды гэтая ручки, ці гэта пазолота, ці фарба золотая, правда? Ці будуть гэты итальянскія люстры і решта. Ну, ніхто ж не ведая, тамо кошта цанілі, прикладна сыходзіць шыз планкі палаца, а куды там панесе гэтую усю кампанію, ніхто не ведая. Владимир, там цікава ешэ тое, што ў гэтым расследуванні, канешня ж, фігуруе, бляжайшы паплешнік Александра Лукашэнка спадар Шэйман, якую ўсь ён ролю адыгрываў ў всіх гэтых схемак? Так само цікава? На самом дзеле, наверно, саму основную, потому што он являэцца саздателям сей этой схемы. Это проходзіла, когда он был руковадзілем управдзілами Лукашэнка, когда они выпалі под санкцій, і надо було создати структуру, которая бы, по сути, выполняла точно такую же функцію, і туда же перевели огромное количество, опять-таки, работників управдзілами, і она продовжила делать то, що она делала все це время. Це така кубышка, котря управляє активами Лукашэнка. Але она не одна. Таких кубышок нескільки у Лукашэнка. Она управляє... Це тільки одна, і она управляє тільки частю определенного бизнеса, который, ну, как мы видим, приносит огромное, скажем так, як дивіденды для владельца. Это владельца, скажем так, всей этой системы, потому що Лукашэнка вважається владельцем, а Шейман, скажем так, создателем. Юля, отримовується, що Віктор Шейман самый ближайший поплечник Лукашэнка. Уласна, што датычить доверу таких речоу, як будавання резиденцію? Махчыма тут не толькі у доверы справа, а я ще, ну, Махчыма на ту саму линейку я мог поставить некалькі інших особоў, шейман просто знаецца на тым, што он робець. І он, володая, інформація я гэта робець, і он гэта робіў не адзін раз. І, ну, хочыцца просто паспочуваць ўсім кэтым спадарам, тому што яны не дадумаліся до самой крутой ідеи. Пракладачну фабрику можна було б зачыняць, разумееце. Калі абвесцілі б беларускаму народу, што чалавек, який терроризує Беларусь трыццаць гадоў, сыкодзіць на пенсію, і хочыць винтіць Беларусі, беларусы б скінуліся не на такі палас. І он бы жыл ў сапраудных золотых харомах, там бы стены можна з малалітнага золата було робіць. Разумееце? Зато я каб ён перастаў гэтым займацца. Владимират, і вы пагадзілеся ў тым меркавані, што агучыла Юля цяль пук пра то, што беларусы б скінуліся Лукашэнку на вельмі дарагую резидэнцю замяшку. Я скажу, у нас бы ще, наверно, во всей стране закончылась бы шампанская. Ну, по-моему, это слишком очевидно. Но резидэнця Лукашэнка, даже есі взяць вот эту резидэнцю Восток, то там я, например, контроліровал, ну, или должен был контроліровать лтышонок. Там только на мебель второго этажа було потрачено там 250 тисяч долларов. То есть представить, что буде тут, ну, тут, естественно, если они захотят, они ж не будуть ставити пинцдрев, например, они будуть привозити что-то подороже, а значит, если это подороже, значит, это, скорее всего, находится под санксами, значит, это будет еще подороже. И какая тут окончательна, например, цена, то есть вообще говорить очень сложно. Но самое главное в данном случае это схема, это система, как это работает, как вообще выстраивается вот этот вот теневой бизнес Лукашенко, и очень хорошо была подсвечена вот именно, скажем, афера с электроэнергии. Это все, 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 это приносит огромные-огромные дивиденды для семьи Лукашенко. Юля, мы не ведаем докладно, але можем наполнамерковать, что такие резиденции на территории города-курорта Сочи будуются за сабистого дозволу Владимира Путина. Я разговляла с анонимной крыницей с человеком, який абсолютно старается трыматься база политику, як шарах бизнесоцов, и их нелька там особливо в этом обвиновать, что они стараются быть нейтральны. И он распавел, что мог, сказал, бо он великий девелопер, саправдывал Беларуси, и сказал так, что, калиб нават, ему далі ильготные умовы будавацца там, и с проектом сумневным для когось цігипотетична, там, с теперешніх беларуских фактичных уладаў, он бы у гэтую будовлю не полез. Так сама, як у будовлю припутинским олигаркам и гэтак далей. Потому что, по-перше, гэта великая отказнасть, могу там голову за что хочешь адрубить, а по-другое, каб на гэтую землю прайсти и там что стиметь, это ты означаешь, что уже удельничаешь у политцы, а людзі хочуть тишині и спакою, которая, бизнесоўцы, туды не идуть. И про что гэта свечыць? Про тое, что таки кусок земли, а за им уже нишого не побудуеш, высь гэтае планы показываюць, яке я цепер на экране, там уже починаецца гара, там далей забудовы уже не будзе, у них будзе судовный вид, разумееце, гэта вельми дорого и вельми цікава для тых, хто прыкарыця, можна сказаць, ці недалёка ад яго. Владимир, цігэта значаць, што Александр Лукашэнка саправды надзеецца знайсці некий пратунак у Росеи на выпадак некай экстремальныя ситуація, зв'язанай з тем, што ін може свої влади позбавиться, і зможе так спокійно потім життю Росею у Сочу в цій резиденції. Ну, ніка така не исключено. Он, конечно же, може думати так, так може думати, например, його діти, це може бути, вони іниціаторами, скажем так, всей вот цей схеми і создання і постройку цієї резиденції. Я не думаю, що вообще Лукашэнка думає о том, що він може лишиться власть. Це, в принципі, невозможна. Вона і власть в його пониманні це дві речі неотделимі, тому що без власть, без цих возможностей нельзя получить все то, що він зараз імеє. І надіяться на якісь транзит, надіяться на якісь моменти, що він добровольно відкажеться, невозможна. Це чоловік прекрасно понимає, по якій дорожці він йдет, і він понимає, куди вона його, можливо, приведет, але він не собирається ні останавливаться, ні сворачиватися в неї. Ну, що ж, будем чекати у вас на реакції самого Александра Лукашенкі на гэту інформацію, на гэтая расследування. Дзякуй великі аутарам, у Владіміра Жигара, Юлія Цяльпук на Відея Суізі, балі з нами.